Столица Америки Вашингтон В Капитолии святая святых Америки Именно здесь заседает Конгресс, принимающий все американские законы Белый дом Знаете ли вы, что первым его жителем стал президент Джон Адамс? Сейчас это здание имеет точно такой же вид, как и два века назад В конце XVIII века по образу и подобию классического египетского обелиска Была возведена стелла в честь Джорджа Вашингтона, облицованная белым мрамором 50 флагов символизируют 50 штатов Америки Вашингтон – город мемориалов Здесь есть мемориал памяти погибшим во Вторую мировую войну Счет американцы и президента Линкольна Памятник ему установлен недалеко от реки На одной линии с монументом Вашингтона и Капитолия А на западе через эту реку проходит Арлингтонский мост Который символизирует объединение северных и южных штатов Именно за это боролся президент Линкольн Все многочисленные музеи Вашингтона бесплатны и входят в состав Смитсовского института По имени Джорджа Смитсона, который завещал все свои коллекции учреждению Которое будет способствовать развитию и распространению знаний В состав института входит множество музеев Десять из них расположены здесь, на национальной аллее Посетить их все за день невозможно, конечно Мы одним глазком взглянули на галерею азиатского и среднеземноморского искусства Ну и само собой, как следует, обошли Национальный музей воздухоплавания и астронавтики В котором располагается самая большая в мире коллекция исторических самолетов и космических аппаратов Наш первый советский спутник – подлинный скафандр Гагарин И почему он там, интересно? Спускаемый лунный модуль и многое другое Почти все экспонаты музея – оригинальные исторические экземпляры А это не менее пафосное здание – железнодорожный вокзал Один из самых старых в стране Хотя американцы не очень часто пользуются железнодорожным транспортом, предпочитая самолеты и автомобили Эту станцию они очень любят Вашингтон кажется надежным, респектабельным, но ненабменным дядюшкой Который всегда поможет, но знает себе свою многомиллиардную цену Да, мы едем на метро Едем в туннеле в одной реке Филадельфию еще называют городом братской любви Она основана Пеном, величайшим гуманистом Который проповедовал веротерпимость и запретил боевые действия против индейцев Филадельфия была первой столицей Соединенных Штатов А Пенсильвания, в переводе лесная страна Пена, давала приют всем свободомыслящим европейцам А нам так понравились эти лошадки, что мы решили проехать на одной из них по всем главным достопримечательностям И вот она главная достопримечательность Филадельфии и Соединенных Штатов Именно здесь и была принята декларация независимости Звон этого колокола 8 июля 1776 года возвестил об оглашении декларации о независимости А в этом доме Томас Джефферсон написал декларацию о независимости Он был писателем, философом и третьим президентом Америки Вечером город стал еще прекраснее, чем днем Наш отель находился в историческом районе, рядом со старейшей улицей в Соединенных Штатах, аллею Элфорта Ее 30 домов построены еще в 18 веке Здесь нас поразила обилие ретро-машин Я хотела петь, знаешь, лошадь и эту машину рядом Поздно вечером мы отправились в отель Спать хотелось ужасно, но это так и осталось мечтой После практически бессонной ночи город праздновал день поминовения героев Мы отправились на Ниагарский водопад Машина несла нас на большой скорости по живописным местам Через древние североамериканские горы Апалачи И даже после посещения Калифорнии Мы по-прежнему не представляли, как неожиданно прекрасна природа Америки Водопад Ниагара Располагается в двух странах сразу В Соединенных Штатах и Канаде Это был наш первый из трех величайших водопадов на планете Который мы увидели вживую Это радужный мост Он соединяет две стороны Американскую и канадскую Наиболее красочный вид на водопад открывается с канадского берега Именно оттуда видна знаменитая подкова Высотой 53 метра с ревущим потоком воды Увидеть ее ближе можно, если отправиться туда на кораблике Что мы и сделали Боялись, конечно Особенно Оля Она высказала предположение, что у капитана Сонна Может случиться, к примеру, инфаркт И тогда летальный исход будет у всех А это и есть та самая знаменитая подкова Только сверху Ближе к подкове вода накрыла нас полностью А сердце захлестнуло волной счастья Субтитры создавал DimaTorzok Мы сели в кафешку, которая находится непосредственно У Ниагарского водопада Как скотч проголодать Вам вкусно или так себе? Ну а как только стемнело, на канадской стороне Устроили грандиозный фейерверк В нашу честь, конечно же На пути к Нью-Йорку Мы решили осуществить еще одну мечту Более глубоко погрузиться в жизнь американской провинции Мы поехали не по главной трассе А через маленькие городки и населенные пункты А пообедать остановились в придорожном кафе В эту глушь туристы даже и не заглядывают Здесь бывают только свои Как вам придорожное? Пока еще не ели, так что? Ну как тебе крылья? Неописуемо Что ты говоришь? Неописуемо И вот он, величественный Нью-Йорк Финансовая столица мира Мало кто знает, что город был основан в начале 17 века Голландскими колонистами И назывался Новый Амстердам Именно здесь еще в начале 20 века Появились первые небоскребы Столица искусства и моды А уж о финансах и говорить не приходится В Нью-Йорке есть представительство всех наикрупнейших мировых компаний А нам надо было всего лишь какую-то пару часов Постоять в этой огромной, никогда не уменьшающейся очереди Чтобы доплыть до статуи свободы И острова Элис, на котором принимали иммигрантов Ждать было совсем нескучно И вот она, долгожданная статуя свободы Она, между прочим, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО Скульптура является подарком Франции К всемирной выставке и столетию американской независимости Проектировал ее сам Гюстав Эйфель Создатель Эйфелевой башни Так статуя выглядит снаружи А вот так статуя свободы выглядит внутри Можно подняться на корону И наслаждаться прекрасным видом на Нью-Йоркскую гавань Чтобы попасть внутрь статуи Надо выставить еще вот такую очередь И с каждым годом она становится все длиннее Недалеко от статуи свободы Остров Элис Остров надежд и слез Именно здесь, в конце 19 века Принимала Америка многочисленных иммигрантов Люди семьями переплывали океан в надежде на счастье Но по пути многие заболевали А больных из-за пятна в прошлом Америка не принимала За это время здесь отметились предки Более 40% современных американцев Этот большой зал – регистрационная комната Раньше он был битком с забитыми грантами А теперь здесь музей Эти люди с горящими глазами на старых фото потрясли нас навсегда Вот из этих людей отчаянной смелости рождалась Америка Манхэттен Самый маленький и при этом наиболее популярный среди туристов район Нью-Йорка Манхэттен называют сердцем Нью-Йорка Этот небольшой район умещает основные финансовые, культурные и торговые заведения города Ну и, конечно же, Бродвей Бродвейский театр – обобщенное название группы Из примерно 40 крупных коммерческих театров в Нью-Йорке Расположенных вдоль улицы Бродвей в театральном квартале Манхэттена Быть на Бродвее и не посетить один из его легендарных мюзиклов? Не, мы еще не сошли с ума И нам посчастливилось попасть на культовый бродвейский мюзикл По мотивам песен Фрэнка Синатры Мюзикл имеет награды Выдающаяся хореография Выдающийся мужской танцор на бродвейском шоу Ну разве они не заслуженные? Смотрите сами Мюзикл и мюзикл и мюзикл и мюзикл Ах, какое романтичное и легкое настроение Вечерний Нью-Йорк Прекрасен и обворожителен Завершающий вечер нашего второго путешествия в Соединенные Штаты Америки Америка имеет только один, но очень большой недостаток Отсюда совершенно не хочется уезжать Но мы не говорим прощай Мы говорим до свидания Гудбай, Америка До встречи И спасибо тебе за все Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр!